В эти минуты в Верховной Раде Украины идет внеочередное заседание. Депутаты приняли решение работать в закрытом режиме. Уже есть первые заявления, их приводит Интерфакс. Парламент просит международной организации предоставить помощь в охране ядерных объектов в стране. Ранее было объявлено о приведении в боевую готовность вооруженных сил Украины. В комиссариаты вызывают всех военнообязанных якобы на инструктаж, но план мобилизации проводится не по всей стране. В Донецке, к примеру, сегодня военкоматы оказались закрыты. На дверях висят таблички «Неприемный день». Добавлю, с 2013 года армия Украины начала переходить на контрактную основу. По последним данным, обычный солдат получает за службу от 3000 гривен. Командир отделения может рассчитывать на 3,5. Главная старшина на 5200 гривен. И сегодня в военкоматы уже приходят добровольцы. В основном это люди среднего возраста. Я не знаю, завтра 7.30 сборы. Все спокойно, ребят. Все. Нас же должны одеть еще в конце концов. Правильно? И в Крыму, между тем, военнослужащие вооруженных сил Украины, наоборот, покидают свои части. Они массово пишут рапорты об увольнении и переходят на сторону сил самообороны. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают сразу два агентства «Реановости» и «Тартас». Обстановка в Симферополе сейчас спокойная. Стратегические же объекты, правительственные здания и аэропорты заняты вооруженными людьми в камуфляже. Но все рейсы отправляются по расписанию.